Тут, можно сказать, ничего не было, одни тропинки. Тут даже, можно сказать, все заросшее было. Здесь тропинка была к молочной кухне, и вот эта постоянная темнота. Вот этот район самый темный был. Коренной житель озер Светлана Калмакова городской парк видела только таким заброшенным и темным. Не благоустраивали его десятки лет, и все старались обходить стороной. Но в этом году место отдыха, не приспособленное для досуга, неожиданно для жителей, преобразилось. А сейчас зимой, вот сами видите, что творится. Это сейчас еще не время. Чуть попозже, к обеду, будет очень много народу. Киш-миш. В парке появились фонари, скамейки, скульптуры, детская площадка и места для занятий спортом. Зимой здесь по традиции тренировки на лыжах, а весной и летом занятия на лыжи-роллерах. Что нас радует, это освещенная трасса и положен асфальт. Дорожка для прогулок, и мы используем ее как для тренировок на лыжи-роллерах. Жители просили благоустроить парк давно, и 20 лет назад, и два года. Казалось, никто уже и не думал, что будет так, как сейчас. Все смирились, понимают, бюджет Озер скромный, не сравнить с тем, что в городах ближе к столице. Но все эти внезапные преображения случились после того, как район поменял статус, стал городским округом. Преимущество того, что и бюджет получает плюсом. Мы сокращаем и сократили и аппарат чиновничий, и не тратим много денег на содержание аппарата. Если мы говорим конкретно о городском округе Озер, то мы сократили порядка 50 миллионов только на содержание, на зарплатах аппарата. На городской парк порядка 20 миллионов ушло. А еще в новой администрации решили помогать ремонтировать местный дом культуры. Он, конечно, единственный. Дети заниматься творчеством могут только здесь. Поэтому пока идет ремонт, идут и занятия. Все в нескольких небольших комнатах, как эта, театральной студии. Условия у нас не очень хорошие, потому что у нас три разных коллектива. Детский, молодежный и взрослый. Занимаются в одном кабинете. Это очень тесно. Мы путаем реквизит, костюмы, а на сцене очень холодно. А эти жилые дома построили тоже на деньги, сэкономленные после формирования городского округа. Для тех, кто уже не мог ждать в аварийных бараках на высвободившиеся 50 миллионов, это ежегодное дополнение за счет сокращения чиновников, планируют и дальше развивать территории не только городскую, но и сельские. Анна Абросимова, Анатолий Харламов. Новости 360. Субтитры создавал DimaTorzok